Шкода Йети Оригинальный кроссовер, который стал первым автомобилем этого класса в модельной линейке чешского производителя Впервые концепт Йети был представлен в 2005 году на автосалоне в Женеве Тогда он был одним из самых успешных автомобилей Хотя изначально сотрудники компании делали этот концепт как некий дизайн-эксперимент И не планировали его запускать в серийное производство Но после успеха, после оглушительного успеха на автосалоне решили все-таки разработать серийный автомобиль Всем привет! В эфире Драйв! Я Сергей Корняков и главный герой нашей сегодняшней программы Шкода Йети Субтитры создавал DimaTorzok Шкода Йети Шкода Йети это один из самых компактных автомобилей в своем сегменте Его длина всего 4,2 метра, ширина около 1800 миллиметров Несмотря на его такие скромные показатели габаритов Сказать, что этот автомобиль миниатюрин, считаю, что нельзя Кроме того, назвать салон его тесным Тоже язык не поворачивается В пользу его комфортного, достаточно просторного внутреннего пространства Говорит и тот факт, что в год выпуска этого автомобиля Он был назван лучшей семейной моделью по версии известного автомобильного журнала Top Gear магазин Собирают эту модель Шкоды, естественно, на родине, в Чехии Кроме этого, в Украине, в России и в нашем казахстанском Усть-Каменогорске Поэтому приобрести Шкоду Йети вы можете в рамках программы льготного автокредитования Если помните, в предрестайлинговой версии у Йети были такие 4 выделяющихся глаза Сейчас на их месте непримечательные фары Задние фонари получили светодиодную полоску И изменилась форма крышки багажника Сейчас здесь вот такие вот треугольники по обе стороны площадки госномеров Багажный отсек у Йети не очень большой, всего 321 литр Его объем можно увеличить, сложив задний ряд или вовсе его демонтировать Можно каждое сидение по отдельности Процедура эта не очень сложная Нужно всего лишь поднять несколько рычажков, вытащить сидение Ну и тогда, естественно, багажный отсек гораздо увеличится в объеме Еще здесь есть освещение Разъем для зарядки на 12 вольт Кармашки Штатная сетка для фиксации перевозимых предметов Вот такие вот поперечные перекладины со скользящими на них крючками Туда можно подвесить, например, пакеты с покупками из супермаркета И тогда у вас точно ничего не просыпется В обновленной рестайлинговой версии Шкода Йети доступен в двух дизайнерских исполнениях Это городской и внедорожный В первом случае бамперы, пороги и боковые зеркала Окрашены в цвет кузова И второй более агрессивный аутдор Когда те же бамперы и пороги из матового неокрашенного пластика Субтитры создавал DimaTorzok В салоне у Йети все довольно скромно и просто Нет каких-то ярких и броских деталей В сравнении с дорестайлинговой версией изменений практически никакие Здесь стандартная панель приборов Такой неброский черный, но мягкий пластик Аудиосистема Болеро с сенсорным управлением И с такой неплохой диагональю У автомобиля электрическая регулировка боковых зеркал Такой достаточно удобный мультируль С внушительным набором функций Удобный в управлении климат-контроль Салон здесь действительно достаточно просторный Вместительный, я считаю это во многом благодаря такой фургонообразной форме кузова Поэтому сидеть здесь будет комфортно даже высоким пассажирам В автомобиле довольно высокая посадка Хорошая обзорность, большое ветровое стекло Узкие стойки, видно углы капота Это очень хорошо позволяет чувствовать габариты автомобиля Производители Шкоды, как всегда, очень внимательны к мелочам Кроме всевозможных крючков и сеточек в багажном отсеке В салоне также очень много различных бардачков, кармашков для всяких мелочей Документов, ключей телефона, очков Есть даже вот такой небольшой кармашек под сиденьем переднего пассажира Ну и достаточно такой вместительный подлокотник Он здесь регулируется и по углу тоже Есть индивидуальное освещение задних пассажиров Кресло здесь регулируется по наклону Можно опустить спинку кресла среднего пассажира Получается такой вот объемный, удобный подлокотник с подстаканниками Кроме того, здесь автоматический стеклоподъемник И дефлекторы обдува И вот такой вот кармашек, наверное, для телефона В нашем комплектации нет пуш-старта Автомобиль заводится с ключа КОНЕЦ 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 Клиренс у Ети 180 мм Я думаю, этого вполне достаточно для городских условий Можно легко заехать на бордер или выехать куда-нибудь за город на пикник Сегодня у нас переднеприводная версия автомобиля Но в Казахстане также доступна комплектация с полным приводом Походовки Спереди здесь МакФерсон с нижними треугольными рычагами И торсионным стабилизатором поперечной устойчивости Сзади многорычажная подвеска Под капотом у нас рядный бензиновый двигатель Объемом 1,6-110 лошадиных сил Шестиступенчатая коробка автомат Также в Казахстане доступны комплектации объемом 1,4 и 1,8 литра Максималка в нашем случае 172 км в час До первой сотни автомобиля разгоняется за 13,3 секунды Не быстро, конечно, но достаточно-таки динамично Расход в городе 9 литров, по трассе 6 Если говорить о безопасности этого автомобиля То в данной модели предусмотрено 6 подушек безопасности В максимуме их может быть 9 По заверениям производителя Это обеспечивает довольно-таки эффективную защиту головы, коленей и грудной клетки водителя Ну что ж, Skoda Yeti Отличное сочетание цена-качество Компактный снаружи и вместительный внутри Надежный, функциональный и безопасный И в отличие от других моделей казахстанской сборки У нас есть очень богатый выбор комплектации этого автомобиля Все наши самые интересные тест-драйвы вы можете увидеть на сайте 24.kz Это была программа Drive и я Сергей Корняков До встречи Продолжение следует...